Привет, на связи МК. Не только в реальном мире сейчас творится полный бардак. Всякие маски, кризисы и дорогое компьютерное железо. В виртуальном мире все движется куда быстрее. Правда, непонятно куда. Куда нас двигает вся эта цифровизация, блокчейны, метавселенные, еще предстоит понять. Но уже сейчас существуют тенденции, которые вызывают спорную пользу. Сегодня поговорим именно о таких IT-трендах, которые в будущем могут привести нас к неприятным последствиям. Поехали. Раз уж я упомянул цифровизацию, начнем именно с нее. Помните новость о том, как хакер зашел на сайт правительства России по логину и паролю AdminAdmin? Многим это кажется смешным, но на самом деле за этим скрывается серьезная проблема. Все настолько быстро цифровизуется, что не все успевают понять правила игры. Пароль 123456 уже который год находится в топе списка самых популярных у простых пользователей. Это безусловно плохо, но это проблема конкретного человека. Куда хуже, когда дефолтные пароли позволяют взламывать тысячи камер, в том числе в приватных зонах, как это недавно произошло в России. И это проблема уже не одного. Сейчас многие компании продолжают наплевательски относиться к нашим данным. Мы и постоянно читаем новости о том, что конфиденциальная информация о миллионах людей попадает на продажу в Даркнет. Неужели хакеры стали настолько продвинуты? Конечно нет, просто множество платежных терминалов продолжают работать на Windows XP. Сайты годами используют устаревшие админки без патчей безопасности. В достаточном количестве случаев даже как такового взлома не нужно. Хватает фишинга, когда сам администратор вводит нужные данные на фейковой странице, отправленные ему по почте. Продолжать этот ряд можно долго, но итог тут один. Где бы вы не вводили данные в интернете, они больше не в безопасности. А с учетом того, что каких-то суровых наказаний за утечки нет даже для крупных компаний, к примеру, Арифлейм заплатит за утечку данных миллион россиян всего по 2 копейки за душу, изменений в лучшую сторону в кибербезопасности не видно. Так что помните, всем плевать, кроме вас самих. Скоро будем ходить с флешкой на шее. Ранний доступ, бета-тест, предрелиз. В последние годы эти слова мы стали слышать очень часто. Нам предлагают нередко за наши же деньги ознакомиться с сырым продуктом, мотивируя тем, что мы попробуем его первыми еще до релиза. Ко всему этому создатели стали выпускать откровенно недоделанное ПО. Для игр патч первого дня стал нормой, как и хотфиксы для драйверов. Ну а уж про обновление Windows, которое Microsoft постоянно отзывает и переделывает, и рассказывать не надо. С одной стороны, можно сказать, что софт стал ощутимо тяжелее. Если та же Windows 95 помещалась на 15 дискетах, то для дистрибутива современной Windows 11 уже нужна флешка на 8 гигабайт. Разумеется, чем больше вес системы или программы, тем сложнее ее отладить. К тому же различного железа, на котором софт может работать, становится только больше. Посудите сами, Windows 10 отлично работает на Core 2 Duo, особенно если ему подкинуть SSD, и на Intel Core 12-го поколения, между которыми аж 15 лет. Программистам Microsoft нужно отладить систему так, чтобы она нормально работала на тысячах различных конфигураций. Это же касается в меньшей степени и разработчиков софта и игр. С другой стороны, профессия тестировщика ПО существует уже далеко не один год. Однако компании быстро смекнули, что содержать дополнительный штат программистов – это дело накладное, и тестировать софт можно на нас, на пользователях. Так, например, в 2015 году Microsoft существенно сократила штат собственных тестеров. К чему это привело, мы все отлично знаем. С того времени мы больше не видели беспроблемных апдейтов Windows 10. И, судя по всему, такую практику переняли многие крупные компании. Достаточно вспомнить продолжающуюся эпопею с Cyberpunk 2077. Прошел год, а крупные патчи еще анонсируют на 22-й год. Сейчас многие перестали покупать игры и софт на старте продаж. Уже становится нормой ждать пару-тройку месяцев для выхода большинства важных патчей, и лишь после этого пробовать, например, новую Windows. Это приводит к тому, что на старте продаж издатели просто недополучают денег. Раз все больше людей берут ПО отложено, и временами уже со скидками, или вообще на бесплатных торрент-распродажах, тем меньше компаний получают за этот софт денег, а значит, тем меньше у них средств на выпуск нового продукта, и тем хуже он по итогу оказывается. Вот такой замкнутый круг. Но разработчики нашли выход. И это следующая проблема. Подписки. Их предлагают буквально все крупные компании. И Apple, и Google, и Яндекс, и даже ВК. С одной стороны, это удобно за фиксированную, и обычно не очень большую плату в месяц, вы получаете доступ, например, ко всем 70 миллионам песням в Spotify. Или же к полному функционалу Adobe Photoshop за 18 тысяч в год. Да даже в софте автомобилей появляются подписки. Так Tesla, например, запустила подписку на функцию полного автопилота. Проблема тут в том, что подписок стало слишком много. Они часто появляются даже там, где они вообще не нужны. В App Store или Google Play есть различные будильники или календари. Причина такого засилия подписок вполне понятна. Нам психологически проще платить по 200 рублей в месяц, чем выложить 5 тысяч единоразово. Но это явно не повод вводить подписки в тех программах, чей функционал не меняется со временем, в отличие от тех же кинотеатров. Однако корпорации это не останавливает. И если все продолжится в этом ключе, есть шанс, что в будущем мы вообще потеряем софт с единоразовой покупкой и будем жить по подписке. За все придется платить постоянно. Привет, Apple. А с учетом того, что подписки многие не любят, это дополнительно подстегнет пиратство, если оно все еще будет существовать. Возможно, с приходом этих метавселенных все будет виртуально и онлайн. И там скачать пиратский софт уже не получится. Поживем увидим. Вернемся в реальность, если она, конечно, реальна. Это японский радиоприемник National Panasonic из 80-х. Он был не очень дорогим, но в те времена гаджетом дефицитным. Да, выглядит обшарпанно, но ему больше 30 лет и он до сих пор хорошо работает. При этом он не стоял на полке. Судьба у него была насыщенная. К чему все это? Олды, наверное, еще с легкой грустью вспоминают, каким неубиваемым было железо в конце 90-х и начало нулевых. Кондовые корпуса с толстенными стенками. Тяжеленные блоки питания Power Man, которые при своем неказистом виде работают во многих офисных ПК до сих пор. Колонки из двухтысячных, которые сейчас стоят у зрителей на столе. У каждого пожившего таких примеров наберется много. А что мы видим сейчас? Фольгированные пластиковые корпуса, зато с дорогенным закаленным стеклом. Брендовые блоки питания, все из одного китайского подвала. Выглядят они, конечно, отлично, имеют кабеля в оплетке и подсветку, но при этом надежность некоторых уже стала мемом. Это же касается и всего остального. Просто попробуйте найти топовую плату без подсветки. Все это говорит нам лишь о том, что инженеры окончательно побеждены маркетологами. С учетом того, что далеко не все разбираются в технике, это позволяет последним создавать красивые презентации в стиле на 20% быстрее и на 3,5% круче. И многие на это ведутся. Это привело к тому, что найти ноутбук, не греющийся до сотни градусов, проблема, ведь он должен быть тонким и стильным. Купить хороший корпус без RGB вертушек – проблема. Чтобы найти надежный блок питания без всяких свистелок типа экранов, нужно перерыть тонну информации. Нередки случаи, когда техника делается буквально так, чтобы она проработала гарантийный срок и не более того. Взять ту же память GDDR6X, которая греется в топовых видеокартах Nvidia нередко больше сотни градусов. Долго она протянет в таком режиме? Вопрос открыт. Это же касается, например, ноутбуков Lenovo с их черным компаундом, из-за которого буквально за пару лет использования начинают отваливаться чипы, а ремонтники потом матерятся из-за невозможности просто заменить сгоревший чип. Разумеется, клепать такую псевдокачественную технику производителям выгодно, и поэтому на возмущение инженеров все меньше обращают внимания и все больше прислушиваются к эффективным маркетологам. При этом все вокруг кричат об экологии, беспокоятся о климате. К чему нас приведет такой путь, время покажет. В мире IT сейчас сложилась интересная ситуация. С одной стороны, на крупные технологические компании, как и на все другие, распространяются антимонопольные законы. С другой стороны, это верно всего лишь теоретически, а на практике мы видим совсем другое. Взять, например, недавнее дело Epic Games против Apple. Последняя компания, по сути, монополист. Она владеет единственным магазином приложений для iOS и устанавливает драконовские правила для остальных софтописателей, которые хотят выпускать свое ПО на их систему. Бытует мнение, что раз они авторы этого магазина, они и устанавливают правила. Но подождите, у пользователей Apple просто нет альтернативы. Казалось бы, суд должен был встать на сторону Epic Games и указать Apple допустить другие магазины приложений на iOS. Но нет. По большинству пунктов обвинения, Купертиновский гигант оправдался. И, по сути, каких-то изменений не будет. А еще монополисты в различных областях очень любят устраивать сговоры между собой. Взять, например, Винтел. Да, Intel и Microsoft сотрудничают давно и плодотворно. Именно поэтому на синих процессорах Windows всегда работала хорошо. И именно поэтому Windows 11 оказалась отлично заточена под новые процессоры Elder Lake, а вот процессоры Ryzen на той же Windows 11 вдруг оказались медленней. Еще один пример монополизма – глубокая дружба Microsoft и Qualcomm. Вы замечали, что абсолютно все ARM ноутбуки на Windows сработают только на Snapdragon. При этом хромбуков на Mediatek хватает. Да и есть MacBook на Apple M1, на которых ARM-версия Windows отлично работает на виртуальной машине и даже тянет Ведьмака. Тут очередной сговор двух компаний. К счастью, он был временным и не особо выгодным Microsoft, и скоро он закончится. А значит, мы вполне сможем увидеть Windows 11 официально и на Mediatek, и на новых Max Arm чипами Apple. Однако все еще такой монополизм Qualcomm привел к тому, что однообразие ARM ноутбуков с Windows было искусственно ограничено, что явно аукнулось на их распространении, особенно если учесть, насколько популярны недорогие хромбуки на Mediatek. А каким вы пользуетесь браузером? Многие скажут Хром. У кого-то может стоит Opera, Яндекс.Браузер или даже Vivaldi. Знаете, что между ними общего? Они все базируются на одном движке Хромиум. И если посчитать, доля хромообразных браузеров в мире больше 70%. Ничего не напоминает? Да это ж возврат в нулевые, когда выход в интернет напрямую ассоциировался с интернет-эксплорер. К чему это привело, думаю, многие знают. До сих пор на популярных сайтах есть режим совместимости с этим браузером, и достаточное количество банковских клиентов и даже федеральных организаций работают только через него. Даже последний Эдж на Хромиум имеет внутри прослойку совместимости с Ишаком. Интернет-эксплорер был далеко не самым лучшим браузером с обилием косяков и проблем, что породило множество мемов, и резкий рост популярности Хром во многом обеспечен именно тем, что он был банально быстрее и надежней. Теперь проблема в том, что он становится слишком популярным, а это означает, что под него будут создаваться специальные костыли, а потом костыли для костылей. Кроме того, монополистический браузер убьет конкуренцию на внедрение новых фич. Да, скорее всего, возврата к временам ужасного интернет-эксплорера не будет, но думаю, мало кто будет спорить, что монополизм в его любом проявлении зло, а корпорациям добра монополизм выгоден. Многие пользуются клиентами Steam, Twitch или Discord, однако далеко не все знают, что по сути это все веб-приложения, то есть, грубо говоря, копии того же Google Chrome, но с другим внешним видом. Есть даже целые фреймворки, такие как Electron, которые позволяют создавать подобные приложения дешево и быстро, что, разумеется, делает их очень популярными у разработчиков, и это, опять же, плохо. Почему? Во-первых, вспоминаем, что монополизм зло, а работают такие веб-приложения на Chromium. Во-вторых, это банально неэффективно. Если у вас запущен Chrome, Discord и Steam, то у вас по сути работают три копии браузера, ваша ОЗУ передает им привет. Ну и под конец это просто небезопасно. Практически любая уязвимость в Chrome автоматически означает, что дыра есть и в клиенте Twitch. И достаточно очевиден тот факт, что заплатка для него будет создана позже, чем для Chrome. Но все еще простота клепания приложений на том же Electron приводит к тому, что с каждым днем их становится все больше. Тут уже есть не только игровые или стриминговые клиенты. Хватает редактора кода, VPN и даже читалок. И разумеется, далеко не все из них следят за безопасностью и постоянно обновляют версии Electron, что может привести к печальным последствиям для пользователей такого софта. Взять, например, достаточно популярную платформу Roblox, которая позволяет пользователям создавать и играть на ней в различные многопользовательские проекты. Да, работает она на все том же Electron, что позволяет без особого труда взламывать игры на ней и пользоваться читами. С учетом того, что в игры на Roblox играют две сотни миллионов человек в месяц, приятного тут мало. Знаете, какая самая популярная сейчас версия Android? Одиннадцатая, с третью всех пользователей. Десятая, вышедшая почти два года назад, не особо отстает. У нее почти 30% рынка. И даже на уже достаточно старом Android 9 до сих пор работают 15% пользователей. При этом свежего Android 12 в статистике вообще нет. С детищем Microsoft ситуация лучше. На Windows 10 сидят 80% пользователей, а на семерке, которая официально уже больше не поддерживается для обычных юзеров, работает еще почти 15% ПК по всему миру. Судя по данным Steam, Windows 11 бодро завоевывает рынок. Еще в октябре ее доля была меньше 2%, а согласно последним данным новую винду используют уже больше 8% игроков. Относительно хорошо тут только у Apple. Девайсов, работающих на чем-то старее iOS 14, вышедшие в прошлом году меньше 10%. И это глобальная проблема. Вместо того, чтобы оптимизировать свое ПО под одну версию системы, разработчики вынуждены тратить усилия сразу на несколько, а ведь это нередко вызывает ощутимые проблемы. Например, Киберпанк работает на DirectX 12, который Windows 7 официально не поддерживается. И чтобы на этой 10-летней ОС игра все же запустилась, разработчики потратили много драгоценного времени на прослойку совместимости. Это же относится к самим создателям операционных систем. Майкрософт и рада бы сконцентрировать свое внимание только на Windows 11, но компания отлично понимает, что львиная доля пользователей продолжает работать на Windows 10, а в случае с бизнес ПК приходится официально поддерживать еще и Windows 7. Можно ли как-то выйти из этого порочного круга? Вообще говоря, да. Apple уже не один год использует вполне рабочее решение. Все дело в том, что вы не можете поставить на свой iPhone или iPad любую версию iOS, даже если она с ним когда-то была совместима. При каждой установке или обновлении системы происходит ее подпись на серверах Apple. И вся суть в том, что в каждый момент времени подписывается только последняя версия iOS. Вот и получается, что компания по сути вынуждает пользователя всегда использовать только последнюю iOS. Если вы случайно обновились, назад дороги уже нет. И в данном случае выигрывают все. Так Apple не нужно поддерживать предыдущие версии системы за редким исключением в виде серьезных дыр безопасности. Разработчикам, опять же, можно не оптимизировать свой софт под версии, вышедшие больше 2-3 лет назад. На них банально работает единицы процентов пользователей. В итоге, в среднем, качество софта на iOS ощутимо выше, чем на Android с ее жуткой фрагментацией. Проблема тут лишь в том, что такой подход в случае с десктопной OS вызовет бурю негодования у пользователей. Такую, что даже крупные компании типа Microsoft не смогут ее проигнорировать. Поэтому, вероятнее всего, все останется как есть. И скоро мы увидим и Windows 12, и пару расширенных поддержек уже Windows 10 до 2030 года со всеми вытекающими проблемами. Надеюсь, не сильно вас напугал. На носу 22-й год, с чем я вас и поздравляю. Мы, в свою очередь, готовим для вас обширный ролик по самым ярким событиям за 21-й год, скоро на канале. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Читайте самые интересные IT-новости. Коротко, точно и в срок. Вот так. На связи был НК, меня зовут Михаил Крошин. С наступающим вас, друзья. До скорых встреч. Пока.